Коллеги, друзья, добрый день. Это вебинар, посвященный цифровой онкологии. Сегодня мы рассматриваем тему «Искусственный интеллект». Я отношусь к тому поколению людей, которые знают, что такое мелофон. И когда я услышал первый раз термин «Искусственный интеллект», я представил себе, что это сгусток плазмы, который управляет терминаторами. И еще мне вспомнился сразу электроник, который ходил в школу вместо Сыроежкина. Но вот пару-тройку лет назад уже стали появляться какие-то реальные продукты, в том числе и в работе врачей, и появляются интересные сюжеты на телеэкране. Пожалуйста, сюжет. «Искусственный интеллект может на 20-30% повысить эффективность фактически всех отраслей. Это не теория, мы видим это на практике, потому что мы внедряем, например, в наших онкоцентрах технологии искусственного интеллекта, и они показывают, что в 5-6 раз более точный диагноз ставит искусственный интеллект, чем доктор». Вот такая информация есть с телеэкранов, и поэтому у нас, сегодня собралась достаточно предстоительная комиссия, можно так сказать, которая позволит ответить на вопрос, все-таки искусственный интеллект это хорошо или плохо, что он несет хорошего в нашу деятельность, и есть ли риск для врачей, что искусственный интеллект займет нас на рабочих местах. Прежде всего нам поможет ответить на этот вопрос Владимир Сергеевич Заборовский. У нас это кафедра телематики Политехнического института университета имени Петра Первого. Великого. Да, прошу прощения. Потом Анастасия Азатна-Аширова, у нас онлайн, нет, она онлайн. Это менеджер по цифровым инновациям компании Bayer. Потом у нас должен подсоединиться онлайн Юрий Игоревич Комаров. Его нету, ничего страшного, он присоединится. Константин Юрьевич Сенщик, ведущий научный сотрудник МИЦ онкологии Петрова. И Карина Ирвандовна Хидишан, это наш доктор института онкологии Петрова, который будет задавать со стороны молодых врачей, и, собственно говоря, вопрос, чем современные технологии полезны для врачей и пациентов. Но, Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, нам, врачам, что такое искусственный интеллект. Коллеги, спасибо, что вы пригласили технических специалистов обсудить такую проблему, потому что на самом деле разговоры вокруг магических слов «искусственный интеллект» в последнее время ведутся очень интенсивно. Но на прямой вопрос, что такое с точки зрения реализации эти технологии означают для той или иной отрасли, ну, прямых ответов мы не получаем. Хотя мы знаем, например, что у нас уже в телефоне появились некоторые сервисы, которые, ну, с определенной натяжкой можно отнести к проблемам искусственного интеллекта. Я выдвинул такой тезис, который вообще в техническом плане не вызывает вопросов, но, может быть, вызывает вопросов у специалистов, которые заняты какими-то прикладными вопросами, в том числе и в области медицинской диагностики. Значит, интеллект – это прежде всего умение решать так называемые обратные задачи. Что это значит? Это значит, что если стандартная компьютерная система имеет алгоритм, и поэтому алгоритм порождает те или иные цифры, то обратная задача – это решение задачи наоборот. У меня есть какие-то данные, и я должен понять или разработать алгоритм, который бы позволил эти данные порождать, а потом с помощью этого алгоритма этими данными управлять. То есть это решение задач, которые, в общем-то, в технике решались давно, но на их пути есть принципиальная проблема. Все обратные задачи с точки зрения техники некорректные. Это означает, что у них есть множество решений. И вот из этих множества решений уметь выбрать одно решение – это самая сложная с точки зрения современной техники проблема. Ну, вот я бы сказал так, что если бы меня спросили, что такое искусственный интеллект, это техническая система, которая решает каскад задач, прямых и обратных. Вот если посмотреть на то, как мы обрабатываем данные, вот как коллега в том ролике, который показывал, сказал, в пять раз, шесть раз точнее диагноз. Но я сомневаюсь в таких оценках, потому что точность диагноза зависит прежде всего от точности данных, которые мы получаем. А данные, которые мы получаем, проходят несколько этапов обработки. Вначале они должны появиться, потом мы должны с их помощью сделать какое-то заключение, выработать решение, то есть есть анализ, классификация, моделирование. И главное, что не умеют точно делать современные компьютеры – это понимание диагностика, то есть выбор стратегии лечения. Поэтому, когда говорят, что искусственный интеллект может вытеснить человека, это иллюзия. Последняя фаза понимания диагностика никогда за ближайшее время не будут отданы техническим системам. То есть цифровые технологии – это одна часть, это автоматы, которые работают по программе, а человек отличается тем, что он наделен, так принято сказать, когнитивными способностями. То есть это прежде всего целостное восприятие различных фактов и решение задачи не в количественной мере, а по понятию схожести свойств, близости качественных характеристик и тех параметров, по которым можно принять то или иное компетентное решение, основанное на знаниях. И, конечно же, когда мы начинаем говорить о том, как вычислительные технологии помогут нам решить эти проблемы, мы должны обратиться к истории того, как вообще эти вычислительные технологии появились. Ну, я тут на этой картинке демонстрирую такую условную, конечно, хронологию трансформации. Но первый реальный компьютер в человеческих руках – это часы. Это устройство, работающее четко по программе. И главная ее характеристика – это точность. Что с этой точностью делать, уже принимает решение человек. Эра арифмометров – это механические вычисления. Эра управляемых программой компьютеров. И вот сейчас мы приближаемся к задачам, которые можно назвать как раз задачами, близкими к понятию интеллект, или эра когнитивных вычислительных машин, которые, прежде всего, не просто вычисляют данные, а ищут алгоритмы, которые порождают эти данные. И эти решения находят в условиях ограничений, которые они могут взять к себе. Теперь по поводу вот таких, ну, угроз, которые над нами висят, и которые связаны с тем, что компьютер может нас заменить. Ну, чисто количественно, вот если посмотреть, что такое человеческий мозг, это, прежде всего, 100 миллиардов нейронов. Нейроны – это некоторые коммуникационные элементы. И наш мозг потребляет 20 ватт мощности. Если посмотреть на самые современные вычислители, а по Лехническому университету находится в третьей по мощности в стране вычислитель, который, ну, так сказать, по производительности занимает такое ведущее место в нашей стране. Мы видим, что если нейронов 100 миллиардов, то у нас всего в самом, одном из самых мощных компьютеров 40 тысяч ядер. То есть мы по мощности, в потенциальной мощности отличаемся на 5 порядков. Другое дело, что некоторые задачи лучше решают компьютеры, а некоторые лучше решают интеллектуальные системы. И, конечно, надо помнить всегда, что любая проблема, с которой мы сталкиваемся, вот я написал тут в кавычках, взял, коэффициент полезного действия формализации. Компьютер может сделать только то, что можно формализовать. Но известны научные результаты в области компьютерных наук, что любая формализация либо неполна, либо противоречива. Поэтому всегда в любой задаче останется та часть проблемы, она так у нас называется по имени теоремы Гёделя, осада Гёделя, которую никогда алгоритмическим способом не решить. И этот осадок может занимать критическое место в правильности этих решений. И, конечно, для того, чтобы решить эту проблему, нужно уметь неформально, то есть не количественно, а качественно с этим осадком как-то разбираться. Поэтому, если мы сейчас говорим о эволюции вот этих всех наших компьютерных систем, то интеллектуальное решение – это, прежде всего, умение решать как прямые, так и обратные задачи. Причем эти задачи, выбор того или иного решения должен основываться не на простых классификациях «да нет», а на некоторых критериях выбора. И, конечно, на сегодняшний день вычислительных систем, умеющих так работать, нет. Это я могу совершенно точно сказать. Есть элементы этих систем. Поэтому угрозы для профессионалов и врачей, я считаю, не существуют в ближайшее время. Хотя мы сейчас для себя стали использовать некоторое новое слово. Значит, не искусственный интеллект, потому что он немножко сбивает фокус внимания, а так называемый экзоинтеллект. То есть это та часть наших интеллектуальных когнитивных функций, которые мы можем отдать экзо, это значит внешний, внешнему вычислительному устройству. И вот у нас разработана специальная такая архитектура когнитивной вычислительной системы, состоящая из нескольких уровней, которая в каком-то смысле похожа на уровни в мозгу человека. То есть на нижнем сенсорном уровне работает рептилоидная система мозга, чуть повыше лимбическая система, в которой происходит агрегация данных и осуществление действий по принципам некоторых похожих на то, что называется эмоции. И с верхней частью это уже решение на логическом уровне, но выполняющие функции вот этого неокортекса или тех ограничений, которые связаны с социальным поведением. И как наш мозг никогда не отдыхает, и когда мы даже спим, он работает, подготавливая данные, так и такие вычислительные системы никогда не отдыхают. Ну и вот вычислительное поле, которое важно, значит, можно быть создано, это как бы то, как мы называем создание сети, вычисление, объяснение и действий. То есть это не просто результат цифры, которые выдает нам компьютер, а это цифры, которые мы можем объяснить и на основе этих объяснений принять действие. Понятно, что на сегодняшний день современные технические системы сделать этого не могут. Мы в Политехническом университете движемся в сторону замыкания вот этого цикла электронно-компьютерных технологий в некоторые этапы, которые мы условно называем интеллектуальной диагностикой. Но у нас есть опыт диагностики рака лёгких, где главная идея заключается в том, что мы с помощью специальной обработки на втором уровне агрегации можем таким образом построить данные, что по отношению к тем или иным заболеваниям мы можем выделить чёткую количественную меру по внешнему, а не только по химико-какому-то там биологическому параметру. И вот, в частности, вот этот пример того, как при построении трёхмерных моделей лёгких, используя разные, как мы говорим, мультимодальные данные, компьютерная томография, МРТ, УЗИ, ПЭД, мы строим модели, по которым абсолютно однозначно, количественными мерами, мы можем оценить и диагностировать, чем одно образование отличается от другого. Вот здесь показано, что если это раковое образование, то гистограмма распределения, определённым образом построенная на этом трёхмерном поле, выглядит унимодально, то есть как некоторое распределение. А если это, например, сосуд или какая-то другая структура, то имеет вид совершенно другого по структуре распределения. И уже, конечно, вот помощь в таком плане врачу позволит ему провести более качественное изыскание. Ну, а проблемы такие, что, во-первых, как заставить, ну, я так условно написал, коней экономики, медицины, энергетику, банки, всё-таки напиться из этого озера искусственного интеллекта. То есть что нужно сделать, чтобы этот инновационный цикл замкнулся? Как, надо ли без страха запускать этого коня в наш огород, так сказать, посмотреть, насколько это всё может быть полезно? И, конечно, здесь очень важную роль играют вузы, то есть способствовать диффузии знаний и решений в отраслевую структуру. То есть оседлать этого коня могут только специалисты. Ну и дальше вот это, конечно, такая проблема. Готов ли существующий, ну, условно экономический огород, то есть это страховые компании, бюрократия, сама технология здравоохранения, использовать с пользой этот искусственный интеллект, чтобы вот то, что в нашем, ну, там ролике вначале говорили, в 5-6 раз повысить эффективность, надо понимать за счёт чего и кто будет, получит от этого прибавочную стоимость. Ну и вот, как бы, финальная такая, как бы, картинка, что когда сейчас говорят цифровые технологии, цифровые не значит интеллектуальные. Цифровые технологии в моей такой вот, ну, понятной для меня конструкции, это решение задач превращения данных в некоторую количественную меру, а интеллект – это использование этих количественных мер для решения обратных задач, то есть нахождение алгоритмов и диагностики и объяснения полученных решений. Ну вот, поэтому мне кажется, что в ближайшие много лет бояться того, что эти технологии, так сказать, принесут вред профессионалам, глубоко решающим задачи, связанные с медициной и онкологией, я считаю, не надо. А взаимодействие между техническими специалистами и профессионалами-медиками, конечно, обогатит эту сферу, и мне кажется, что вот на этом пути можно получить то, что называется синергетический эффект. Вот, пока все. Спасибо, Владимир Сергеевич. У нас подсоединилась и Анастасия, и Константин Анатольевич Захаров, да, это руководитель цифровых проектов НИЦ «Экобезопасность». Так, но у меня вот несколько вопросов, я себе на бумажку написал. Во-первых, все-таки сказали так, ближайшее время не стоит беспокоиться, а вот ближайшее-то сколько? Ну, 50 лет. Так, 50 лет, хорошо, значит, до пенсии все-таки можно дожить. Хорошо, а вот медицина, да, почему медицина является темой той отраслью, где искусственный интеллект пытается занять какие-то позиции? Почему они действительно не начали с банков, с энергетики, с чиновников, почему именно медицина? Ну, тут есть несколько, ну, во-первых, банки занимаются, да, если посмотреть, что Греф говорит, то банк – это как бы наше все, да. Значит, там, где есть данные, и данных много, там есть поле для применения этих технологий. То есть, я считаю, что на сегодняшний день мы подходим к той грани, вот разделяющей одну условно цивилизацию от другой, и эта грань проходит как раз на том, что принято называть там объемом обрабатываемых данных. Вот есть такое понятие корпоративная амнезия, ну, она используется, вот у нас, например, в политехническом университете, количество получаемых данных огромное, а сколько из них извлекается полезных знаний – очень мало. Почему? Потому что нету средств обработки этих данных. И, конечно, если они появляются, то вычислить эти знания и построить на них некоторую модель управления – это самое интересное, что может быть. Я считаю, что в медицине количество цифровых данных превысило тот порог, после которых целесообразно применять эти новые технологии. Поэтому я считаю, что медицина должна быть лидером в направлении применения технологий искусственного интеллекта, прежде всего для задач диагностики, объяснения причин возникновения тех или иных патологий. А почему не лечение? Потому что вся современная медицина строится на принципах стандартизации оказания медицинской помощи. То есть мы можем говорить о том, что действительно, помимо диагностики, диагностика, я так понимаю, что это следующий механизм. У нас есть какие-то данные, ну, как вот у вас на проекте, с компьютерной томографией. Вот эти снимки, снимки, снимки обработают искусственный интеллект, и доктору предоставляет какое-то свое условное резюме, что здесь скорее сосуд, а здесь опухоль. И доктор уже, соответственно, смотрит и определяет правильность направления мышления, если можно сказать, искусственного интеллекта. А почему нельзя тогда сразу вообще замкнуть цикл? Там искусственный интеллект говорит, да тут, похоже, опухоль, и можно сразу назначить лечение, а там дальше по почте отправить пациенту таблетку, он пришел, получил, и все. Это к этому движется или нет, все-таки, если бы фантазируется? Вот если, опять же, как я себе фантазирую, значит, я вижу ситуацию немножечко чуть-чуть в другом плане. Значит, организм человека – это сложнейшая система. И если мы, например, ну, вот в автомобиль вместо бензина зальем дизельное топливо, а это все-таки у нас двигатель внутреннего сгорания, то вряд ли мы куда-то поедем. То есть нужно смотреть на организм как некоторую целостную систему. Поэтому иметь просто данные какого-то, ну, одного уровня сложности, ну, условно, вот, так говорим, опухоль, да, надо при этом иметь данные о том, что происходит в соседних частях организма. То есть мы должны построить, ну, вот мне не нравится это слово, но некоторый, как бы, системный цифровой двойник человека и диагностику уже проводить не только по фактологии конкретного измерения его параметров, а в целом смотреть на это. Значит, почему сложно это сделать сейчас? Потому что данных очень много. И, скорее всего, один человек, вот оставшийся один на один с миллионами этих пикселей, вряд ли справится. А если это будет создана вычислительная система, которая, агрегируя эти данные, позволяет учесть разные факторы, ну, вот, там, генетическая информация. Кто сейчас при диагностике, ну, вот, так сказать, стандартной, эту информацию использует из врачей-онкологов? Ну, кто-то использует, но не очень широко. А, в принципе, это иногда бывает критически важный показатель. Значит, нужно одновременно с МРТ или КТ построить модель, которая бы учитывалась генетическая информация, и тогда наша точность диагностики будет совершенно более, ну, такая вот, оправданная и точная. Следовательно, мне кажется, что, прежде всего, системность является тем мотивом, по которому вот эти технологии должны появиться в медицине. То есть, получается, не только с технологической точки зрения сложно реализовать искусственный интеллект, а с административный. То есть, как-то, получается, нужно пациента, да, обеспечить огромным количеством каких-то приемных устройств, которые будут все это сразу цифровывать. Потому что, ведь здесь, вы говорите очень много про данные. Частота данных, если человек вводит эти данные, то они уже вроде как и не такие чистые, да, они уже имеют какой-то субъективный характер. То есть, правильно понимать, что весь прогресс сейчас движется в ту сторону, что вот у нас пациент, он заходит, к нему минимально дотрагивается человек, максимально автоматизированный сбор всяких параметров, после этого все это загружается в какую-то там электронную мясорубку под названием искусственный интеллект, и после этого тогда уже можно говорить, что данные, ну, по экспертизе искусственного интеллекта наиболее достоверны. Ну, Артем Николаевич, помните, у меня есть такая картинка, там, значит, там было сказано «Осада Гёделя», да, то есть формализовать все невозможно. Потому что, вот, знаете, как вот я там купил недавно шкаф в Икее, да, значит, инструкция в виде текста выбрасывается, и смотришь всегда на картинки. То есть, собирать сложную систему проще по образам. Поэтому мне кажется, что здесь вот именно медицина, соединенная вот с этими возможностями, ждет вот такой радикальный прорыв с точки зрения качества и, ну, вот, возможности получения положительных результатов. Не банковская сфера, потому что она слишком... Банк – это простейший некоторый манипулятор известными функциями. А человеческий организм – это сложнейшая система, и именно для нее, вот, для такой системы требуется вот та технология, о которой я говорил, ну, вот, там, когнитивные функции, которые бы могли бы нам помочь нашему интеллекту, у которых в мозгу 2 миллиарда нейронов, решать эти задачи. Ну, в общем, да, вот в процессе ответов вы действительно успокоили. Возникает ощущение, что, ну, не так все опасно, да, что не скоро электроник будет ходить в школу Сыроежкиным, в институты на работу, да, то есть... Ну, Артем, я вам хочу сказать по поводу ходить, да. Вы же знаете, да, что самая большая часть мозга человека, где больше всего нейронов, называется мозжечок, да. Вот, поэтому куда и как ходить – это сложнейшая вещь. И, конечно, никакие компьютеры и роботы эти задачи в ближайшее время точно не решат. Коллеги, какие-то вопросы? Кость, Анастасия, чтобы мне не монополизировать возможности, потому что это редкий случай, когда Владимир Сергеевич, так сказать, доступен для вопросов. Мы его ждали на вебинар 2 или 3 месяца. Слышит нас Костя, Настя, коллеги, Ксанин Юрьевич, Карина Ривановна. Вопрос? Владимир Сергеевич, большое спасибо за то, что приоткрыли нам завесу от того, что нас ожидает, ну, в таком не очень недалеком, наверное, все-таки будущем. Если вернуться к разговору о том, что у нас есть нехватка кадров в регионах, а именно диагностическое поле у нас не прикрыто. Имеется в виду, что, да, нам известно, что есть аппараты, но не хватает специалистов, которые бы могли правильно интерпретировать эти данные на местах. Есть ли в перспективе хоть какая-то надежда о том, что как раз-таки с помощью этих медицинских технологий, конкретно вашего искусственного интеллекта, возможно, будет избежать в регионе кадра, который будет интерпретировать эти данные, сразу же передавать их на центральные базы, далее уже решать вопрос о том, что делать с пациентом, нужно ли ему какие-либо более углубленные обследования. И, ну, собственно, на перспективу, да, вот такой вопрос. Ну, Карина, совершенно правильно. И я, как бы, считаю, что проблема кадров, вот, которые вы говорите, которые могли бы интерпретировать эти данные на начальной стадии, она может быть решена вот этими нашими современными технологиями. Вот, ну, условно, как бы на наших глазах создавалась всемирная сеть, да. На сегодняшний день, в общем, это мощнейший инструмент для информационного обмена. Обмен данными – это первая часть вот этих сетевых технологий. А вот создание системы, которая могла бы использоваться как часть инфраструктуры и диагностики, в том числе и используя возможности удаленного доступа, мне кажется, это основной тренд, который был бы, ну, на сегодняшний день замечен. Это первая часть. Потом есть вторая часть. Вот Артем Николаевич говорил о том, что есть проблема, ну, такая бюрократически-юридическая. Все-таки все данные о нас являются некоторыми персональными данными. И, конечно, проблема защиты этих данных – важная часть вот этого, ну, пространства диагностики. Есть несколько решений, некоторые решения мы отрабатываем, но я думаю, они технические, они принципиальные. Их всем можно решить. И вот, мне кажется, именно в сфере медицинской вот этой нашей практики применение их даст самый выдающийся результат создания таких сетей, возможно. Технические решения понятны. Приложение, вот, онкология. Давайте начнем с этого. Спасибо. Так, Юрий Игоревич, вы у нас в эфире. Вы сегодня без мигалки даже на заднем фоне. В прошлый раз Юрий Игоревич, когда выходил в эфир, он был за рулем, и за ним пристроился экипаж ДПС. Это выглядело прям как блокбастер. Сегодня вы в Обскове. Сегодня в Обскове, да. Поэтому вот работаем. Вот вы как раз в регионе сейчас, да. И вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, вы много путешествуете по региону? Вот внедрение какой-то системы вообще искусственного интеллекта, и вообще хотя бы какой-то новой программы, да, там, что-то на подобии Word. Это реально или нет? Во-первых, хотелось бы сказать то, что для того, чтобы внедрить что-то новое, необходимо внедрить хотя бы что-то старое. Например, медицинские информационные системы. Потому что для того, чтобы искусственный интеллект на чем-то обучался или получал данные, их нужно собирать. Соответственно, большинство субъектов, несмотря на то, что у нас сейчас региональные медицинские информационные системы внедряются, не имеют хорошо развитых медицинских информационных систем, медицинская организация, которая должна, по идее, в ЭРМИС передавать информацию. Но, конечно, мы видим, что искусственный интеллект, на наш взгляд, прежде всего, это планирование оказания медицинской помощи. Помимо того, что вы говорили, это планирование медицинской помощи, например, расчет потребностей лекарственных препаратов на реестрах, счетов на основе данных закупок, организации заболеваемости, структуры заболеваемости. Мне кажется, там у Юрия Игоревича... Юрий Игоревич, там... Со связи проблем у вас, Юрий Игоревич, там искусственный интеллект мешает вам в эфир выходить, поэтому вы помедленнее говорите. Хорошо. Блокирует, Смекай, уже вот. Да, да, да. Я говорю о том, что... На каком этапе, Артем Николаевич, мы остановились? То, что искусственный интеллект, по вашему мнению, должен занимать, прежде всего, какое сейчас важное значение? Это в планировании оказания медицинской помощи? Важное значение – планирование медицинской помощи в субъекте для того, чтобы определять объемы медицинской помощи, необходимое количество исследований, которое должно быть выполнено, это прежде всего. Второе – планирование закупок лекарственных препаратов, потому что для того, чтобы проанализировать потребность лекарственных препаратов, необходимо проанализировать много различных баз данных и, соответственно, много критериев, по которым делается этот расчет. Это реестры счетов, данные ракового регистра, заболеваемость и распространение по стадиям, и, соответственно, закупки лекарственных препаратов в субъекте. Дальше, еще как один из вариантов применения искусственного интеллекта, это контроль качества оказания медицинской помощи. Вот сейчас мы, получается, в субъекте выехали, делаем проверку истории болезни, амбулаторный карт на соответствие чек-листам, которые мы разработали, из нормативных документов, это 203-й приказ по качеству медицинской помощи, 381-й по медицинской деятельности. И, соответственно, эти показатели необходимо собирать в автоматическом режиме, анализировать и делать прогноз, в зависимости от того, у кого из специалистов критерии качества, условно говоря, страдают, что необходимо сделать для того, чтобы в будущем не происходило этого, и, соответственно, направлять нашу работу на улучшение качества оказания медицинской помощи. То есть Юрий Игоревич завернул вообще совершенно в другую сторону искусственный интеллект. Он предлагает искусственному интеллекту не людей спасать, а аналитикой заниматься какой-то. Нет, почему? Это как раз и будет спасение людей, потому что при правильном планировании, допустим, лекарственного обеспечения в субъекте, можно достигнуть того, что все пациенты будут получать необходимое современное лечение, Я вас понимаю, но это не так ярко выглядит, как картинка с компьютером томограммы, где человек может ошибиться, а искусственный интеллект не ошибется. Понимаете, да? То есть тут немножко... Это же тоже и цифровой бизнес. Вот если Анастасия у нас на связи будет, тоже она расскажет вот этот маркетинг, продвижение искусственного интеллекта на рынке, как это, какие особенности, почему действительно не берется искусственный интеллект за какую-то такую там, за организацию здравоохранения. Хотя, может быть, Владимир Сергеевич, а вообще это задача искусственного интеллекта или это сопоставление одной таблицы с другой, и тут искусственный интеллект вообще не нужен? Понимаете, искусственный интеллект – это инструмент в руках профессионала. Поэтому все зависит от того, какие задачи он может решать. Конечно, вот то, что коллега говорит, где появляются данные, там можно использовать технологию под условным названием искусственный интеллект. Я опять же хочу сказать, что в терминологическом поле множество вариантов. И вот мы последнее время для себя говорим о том, что это не искусственный интеллект, а некоторая дополнительная функция к нашему интеллекту, то есть как бы экзоинтеллект. Потому что фактически нам нужна просто предобработанная информация для принятия объективных решений без всяких эмоциональных или там еще каких-то составляющих. Поэтому, конечно, где есть много данных, в том числе и вот реестр лекарственных потреблений, это поле для принятия каких-то решений, где вот эта технология может найти свое место. Но правда, конечно, более яркое воплощение, это то, что мы говорили, по томограмме сказать что и как. Это более как бы, ну, производит эмоциональное впечатление. А там такая латентная фаза применения. Но тем не менее, это тоже возможно. Не, ну мы, да, мы же разделяем это на несколько вариантов. Первый, это такие, ну, условно говоря, показательные выступления, когда все видят вау-эффект, потому что система проанализировала, показала. А следующее, это уже конкретное применение в работе. Потому что, например, ну, мы сталкиваемся с тем, что при неправильном планировании тех же самых закупок в субъекте, потому что специалисты, опять же, вручную это все не могут сделать. Мы сталкиваемся с тем, что не все пациенты получают необходимые лекарственные препараты. И это, в свою очередь, вызывает уже следующие эффекты. Там это снижение одногодичной летальности, пятилетняя выживаемость и вот все остальные показатели, которые написаны в федеральной программе. Поэтому, конечно, здесь, ну, такие вот несколько вариантов. Плюс, опять же, если вот искусственный интеллект, понятно, что сейчас основной акцент это на маммографиях, на компьютерных томограммах. Но, например, почему бы не использовать при анализе и видеоизображении при проведении эндоскопических исследований? Например, у нас вот Олег Борисович Каченко говорит, что для того, чтобы правильно исследовать, ну, вот колоноскопию сделать, необходимо дойти до определенного уровня кишки, да, до изгиба. Там, если не ошибаюсь, телезеночного изгиба. И, соответственно, что манипуляция должна продолжаться не менее, там, скольки-то минут, как 20 или 30 минут. И, соответственно, если бы искусственный интеллект говорил о том, докуда дошли, ну, как бы эндоскопом, сколько было проведено это исследование, то, ну, я думаю, что в регионах это тоже повысило бы, например, выявляемое из-за качественного образования качественной медицинской помощи. — Ну, фантастики, да, мы сейчас не будем рассказывать, да. Другое дело, что достаточно сложно, мне кажется, создать какой-то продукт, потому что ресурсов мало, да. Программисты, вот, реальные люди, которые занимаются искусственным интеллектом, сколько их, там, 100, 200, 1000 в России, например. — Ну, значит... — И как, извините, как, Владимир Сергеевич, построена система вообще планирования развития искусственного интеллекта, да. Какие проекты кажутся самыми перспективными, ну, то есть есть какое-то центральное бюро, управляющее развитием искусственного интеллекта? Или это достаточно хаотичные спорадические процессы? — Нет, ну, так говорить нельзя. Значит, я лично сам 5-го числа участвовал в заседании комитета Госдумы по государственному строительству, и там обсуждалось изменение законодательства, которое звучало примерно так. Использование компьютерных технологий для регистрации объектов интеллектуального права. То есть, например, и там весь разговор шел как раз о применении искусственного интеллекта, то есть в юриспруденции. То есть я хочу сказать, что главное преимущество вот того, что мы условно называем искусственный интеллект, в том, что мы получаем качественно новый способ работы с данными. Если раньше основная задача программистов, вот вы говорите программисты, да, программисты — это несчастные люди-кодировщики. За них задачу решили, и им сказали, как выглядит алгоритм решения, и они должны на том или ином языке это закодировать. Задача решена, нужно техническое средство, которое потом воплотит эту идею в автомат. Ну, это очень узкий кросс-задач. Сами по себе программисты, они, конечно, гордятся собой, что они умеют кодировать, но они в основном реализуют чью-то, ну, так сказать, идею или какое-то решение, которое получено не ими. В чем, как бы, искушение искусственного интеллекта? Мы, не зная решения, а зная только данные, решаем вот эту злополучную обратную задачу. То есть мы строим алгоритм, мы не вычисляем число, а мы строим алгоритм, порождающий этого числа, и потом можем управлять этими числами. Вот обратные задачи, я считаю, что это вот суть искусственного интеллекта, и они, конечно, возникают везде. Когда мы шли, например, вот в этот корпус со стоянки автомобиля, мы постоянно решали и прямые, и обратные задачи. Через что пройти, как дойти, чтобы не опоздать и так далее. Компьютер, если это, ну, условно, робот, никогда обратную задачу решить без человека не может. Поэтому в этом и есть проблема. А они везде существуют. И в медицине, ну, вот, онкологии, и в управлении государством. И, конечно, есть огромный образ, образ называется интеллектуальная логистика. Ну, вот то, что коллега говорил. Логистика как в смысле транспорта, так и в закупках. У нас есть целый огромный институт в университете, который занимается интеллектуальной логистикой, работая вместе с компанией, там, «Газпромнефть». Выясняется, что три четверти издержек связаны с неправильным планированием перевозок товаров. Ну, вот, пожалуйста. А почему нужен искусственный интеллект? Алгоритмов нет. Так меняется быстро среда, что алгоритмы, работающие вчера, сегодня уже будут ни при чем. Потом, откуда взялся коронавирус? Там, взяли, перекрыли канал с Китаем. Чем это технически для нас выразилось? Ну, переслали ходить какие-то там комплектующие. Экономика сдрогнула с другой стороны. Коронавирус превратился в проблему в поставке электронных компонентов. Но это как пример. Но это есть тоже обратная задача. Если бы китайцы не ленились, и в декабре бы придумали, так сказать, последствия, или продумали, обратно просчитав, можно было бы этого избежать. Поэтому, я считаю, применение есть везде, где есть данные. Все-таки пример обратный, но только такой попроще. То есть, я понял, что мы с вами, когда в прошлом году, вы накидывали. Нет, итак, обратная задача, это задача построения алгоритмов. Вот я, например, вот у меня дверь, да, значит, я должен до нее выйти. Я могу, каким способом выйти? Могу вот так обойти, могу вот так обойти. Но если я хочу что-то сказать Сенчику на ухо, я пойду с этой стороны. Нет алгоритмов. Все зависит от того, какая ситуационная обстановка возникла в текущий момент времени. Как говорят, мы говорим, just in time. То есть, в конкретное время может измениться вся структура принятия решений, потому что меняется контекст, в котором я это делаю. Нет алгоритмов. Вот закон Ньютона, действует он миллионы лет. Мы написали формулы. Формулу моего поведения или моего траектории движения написать невозможно, потому что я управляюсь не только правилами социальными какими-то или там железнодорожного движения, а обстоятельствами, которые возникают. Ну, все, я понял. То есть, это получается, мы сейчас говорим о том, что искусственная интеллекция все-таки надо четко понимать, к чему применять. А все-таки вот сколько команд в России, которые действительно могут, потому что мы можем прямо на вебинаре накидать кучу всяких стартап-проектов, которые нужны уже в медицине. И кому можно об этом рассказать и насколько велика вероятность, что они будут реализованы. Например, Юрий Игоревич хочет в регионах, чтобы все автоматически определяли объем закупок. Мы готовы прямо команде дать задание, возможно, даже финансирование найти. Кому можно обратиться? Ну, Артем Николаевич, тут же как бы надо не впадать в крайности. То есть, я одно время служил директором института компьютерных наук и технологий. И когда нас на научном совете спрашивали, а что такое компьютерные науки, я ему сказал, это соединение двух компонентов. Это вычислительные технологии, работающие на задачи искусственного интеллекта. Я считаю, что команда в поликлиническом университете, с учетом наличия суперкомпьютеров, которые есть, в общем-то, готова к решению комплекса задач. Причем, мы применяем эти технологии в медицине, то, что я показывал, в геологоразведке, извините, как извлечь породную или газовую всякие полезные ископаемые с глубины 5 километров. Это обратная задача. Мы получаем сейсмические данные, надо узнать, где это находится. Поэтому, я считаю, что в поликлиническом университете, в институте компьютерных наук, мы, по крайней мере, проблематику знаем очень хорошо. Опыт применения у нас есть, и технические средства у нас есть. Вот могу похвастаться, мы в этом году вложили в нашу суперкомбьютерную систему очередные 200 миллионов рублей, и теперь у нас уже производительность с полутора петафлоп перешла на два петафлопа. То есть, мы развиваемся постоянно, причем сделана именно добавка технических средств, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта. То есть, нейронные сети, кто знает, всякие графические ускорители, тензорные всякие процессоры и так далее. Вот мы, в принципе, в техническом плане, я считаю, осознанно, лучше всех других в стране. Спасибо. Анастасия, мы готовы предоставить данные и, соответственно, посотрудничать, по крайней мере, в рамках анализов необходимости и потребности лекарственных препаратов. Юрий Ильич, а если разработают такой продукт, что, собственно говоря, вам ездить, тогда не надо будет, и вам скажут, так ваш работодатель, знаете, Юрий Ильич, у нас программа за 7300 рублей поставлена, которая исполняет все, что вы делали, не знаю, неделю за один час. Поэтому подумайте перед тем, как предлагать. У нас есть Анастасия Азатна, выявите, да? Я здесь, да. Да, Анастасия, привет. Добрый день. Да, ваш большой опыт такой международной аналитики всяких проектов по искусственному интеллекту, ну, по меньшей мере, в рамках GrandsFabs, да? Правильно? Да, да, в рамках декабряда я... Да, и в какую сторону вот развиваются проекты, и все-таки, что больше в этом развитии? Это маркетинг, вот такие яркие, красивые проекты, которые действительно вот как компьютерная томография, или же все-таки проекты, которые действительно вот как Юрий Игоревич предлагает, такие, ну, незаметные, но очень важные, там, аналитика больших данных, там, планирование каких-то действий, там, социальные какие-то, там, не знаю, там, направления развития общества. Вот проект. Есть и те, и те, но возвращаясь к предыдущему вопросу, куда идти с формулировкой запроса, где искать вот людей, которые разбираются в искусственном интеллекте, то, мне кажется, вы, возможно, слышали о национальной базе медицинских знаний. Это как раз ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине, и она была, насколько я помню, создана, организована непосредственно на Всероссийском консилиуме заслуженных врачей России. Вот. В 2018 году. Она, в принципе, существует, и вот продвигает реальные запросы. Вот. Сайт у них есть, там все, можно с их мероприятиями ознакомиться, поучаствовать в собраниях, ассоциации и так далее, и там подобное. Вот. Поэтому, в принципе, с запросами на реализацию тех или иных проектов, таких вот, ну, незаметных, скажем так, и не маркетинговых, можно обратиться, ну, туда, с идеей, да. А если говорить про выпускников акселератора Вайер, то, да, у нас вот за четыре года существования, вот сейчас, может быть, пятый год, были, естественно, стартапы с искусственным интеллектом. Первый из них был как раз формат того, который был упомянут несколько раз с вами, то есть анализ с медицинских изображений. Это небезызвестный Боткин-Айй, который сфокусирован на анализе, на диагностике, я бы сказала, рака легких, но сейчас они как раз собирают данные для того, чтобы диагностировать рак молочной железы. И они уже, в принципе, провели пилотные проекты в ряде регионах России. В Туле, в Ямало-Ненецком и в Нижнем Новгороде. И таким образом, действительно, подтвердили свою эффективность. И сами разработчики подчеркивают, что врачи их не должны опасаться. Это, скажем, и сравнивают себя с автопилотом. То есть автопилоты не привели к исчезновению профессии летчиков. И как уже тоже, опять-таки, вами было упомянуто, что такие системы действительно нужны из-за загрузки врачей. Потому что в Ямало-Ненецком как раз округе такое тоже наблюдается. И в 21-м случае, насколько я помню, из 49, по-моему, ну, около 50. В общем, искусственный интеллект в Болген-Ай заподозрил онкологию у 50 пациентов, которые были пропущены врачами. Врачи повторно проанализировали данные, и вот 21 случай подтвердился. Ну, мне кажется, это вот прекрасная такая подстраховка для нас с вами. Если говорить про проекты другого формата, то хочется упомянуть еще Semantic Hub. Это тоже искусственный интеллект, NLP. Они анализируют уже текстовые сообщения в интернете, допустим. Это вот как один из продуктов для того, чтобы понять, что конкретно, если говорить про фармкомпанию, что конкретно думают о препарате врачи, пациенты, какие реальные проблемы они упоминают. Второй момент, второй продукт. Можно найти людей, которым, ну, скажем так, неправильно ставят диагнозы, если говорить, например, про заболеваниях ТЭЛГ. Обычно, ну, то есть, мы делали такой тестовый проект, естественно, без персданных, но тем не менее, в интернете были найдены сообщения родственников, которые прям описывали анамнез и так далее, и там подобное, и Semantic Hub, их, скажем так, искусственный интеллект, хотя они не любят, когда их так называют, выявил, что диагноз действительно им был поставлен неверно, а в таких случаях, к сожалению, лечение критично, и лечение оттого приводит к смерти. И третий продукт, который опять-таки с помощью НЛП Semantic Hub делает, это анализ научных статей, то есть сейчас для того, чтобы вложиться в молекулу, фармкомпания заказывает, ну, анализ статей у ученых, что понятно, ученые в среднем 50 статей прочитывают, обрабатывают и помогают с вердиктом, стоит вкладываться в дальнейшую разработку или не стоит фармкомпания. И очень велик риск вложиться не в ту молекулы и не в те эксперименты. Здесь же, опять-таки, искусственный интеллект не ограничен в 50 статьях, они, он, Semantic Hub, в частности, анализирует все статьи, которые есть по конкретной тематике на подмеди и прочих, прочих, там, научных ресурсах. И в таком случае риск вложиться не туда, и зря провести эксперименты никому не нужные, он минимален. И третий проект, самый молодой, он еще и замечательен тем, что он и не из Москвы, и не из Питера, а из Перми. То есть в регионах у нас, в принципе, тоже есть хорошие специалисты по искусственному интеллекту. И для нас это тоже стало приятной новостью, неожиданностью. Проект называется «Биогеном». Сначала они разрабатывали МИС, позже подключили туда искусственный интеллект, и их МИС отличается тем, что они могут, или как их, ну, их разработка может быть внедрена в любой МИС, который стоит в клинике. То есть во всех клиниках сейчас у нас разные системы, и нет какого-то единого стандарта, и здесь вот у них такая гибкость. И врач не тратит время на то, чтобы вбивать данные о пациенте в систему, потому что у него есть формат, ну, скажем так, подсказок, выбирай, а не вбивай. Но если врач привык именно печатать, то такая возможность как бы в системе тоже есть. Что же здесь с искусственным интеллектом? Здесь с искусственным интеллектом у них, опять-таки, поддержка принятия управленческих решений и поддержка принятия врачебных решений, которые они тоже внедрили в этот свой МИС. Вот. И в принципе они уже внедрены в пермские клиники и я надеюсь, что выйдут за пределы Перми со своей разработкой. Вот. Это если говорить о том, какие вот проекты были замечены, скажем так, нами. Но, естественно, анализ снимков, он большую долю занимает сейчас в проекте. Настя, очень интересно, спасибо. Ну, скажи, пожалуйста, а как все-таки это на основе доказательной медицины строится или нет? Или потому что, ну, как это, там 40-50 снимков посмотрели, в половине нашли, что доктора ошиблись. Мне кажется, что это очень сомнительная какая-то статистика, что 50 посмотрели, а в половине врачи... Что там за врачи смотрели, во-первых? Сразу возникает вопрос. Куда они смотрели, да? Как они смотрели, да? Ну, то есть, вот здесь вот как раз, мне кажется, когда обсуждается подобные проекты, очень много таких ярких, хороших, маркетинговых высказываний, да, которые в итоге, что делают? Они дискредитируют вообще врача, как такового, потому что, ну, что это значит, если перевести на другой язык то, что там произошло в, ну, на севере нашей страны, да? То, что врачи там настолько плохо работают, что искусственный интеллект, который еще в процессе разработки, уже в два раза лучше выявляет. Ну, то есть, это же можно так перевести. И возникает сразу вопрос. Но все-таки где-то там есть доказательная медицина, где-то там есть база данных, где-то есть там независимая оценка, или это все-таки к этому только движется? Вот я правильно, потому что, мне кажется, все такие классные высказывания, они, ну, очень опасные, наверное, так. Ну, как раз таки система учится на данных, на снимках, которые в нее загружены, и проанализированы, опять-таки, уже высокогласными специалистами, то есть, врачами же. Здесь, скорее, проблема того, что на Севере, ну, как и в других регионах, у нас просто не хватает специалистов, и в этом случае, как тоже, опять-таки, Карина, по-моему, упомянула, что искусственный интеллект здесь может решить именно проблему нехватки высококвалифицированных кадров, вот, и перепроверить, то есть, ну, не знаю, я бы не стала воспринимать это как укор в сторону врачей, вот, так как обучаться система, естественно, без врачей не может. Анастасия, зато. И валидируется все, да, именно имя. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот, когда вот эта вот система выявляла о том, что, да, все-таки вот врач на месте, он неправильно там поставил диагноз и так далее, было ли третье мнение из каких-то реферальных центров, или каким образом выявлялась, что все-таки это действительно неправильно. То есть, если вы, выдается два мнения, да, машина и кадр, да, кто является вот судьей в этом, во всем, во всей ситуации, то есть, были ли какие-то третьи мнения? Ну, после этого, конечно, после того, как, ну, машина, Боткин выявил случай заболевания, естественно, ее перепроверили, вот, и в 21, по-моему, случае диагноз подтвердился. То есть, перепроверяли специалисты других учреждений, которые по квалификации, вши, поняла. Спасибо большое. Прямо-таки, все равно, громогласное заключение, мы знаем стартап Боткин, они действительно, много действительно работают, и мы часто их приглашаем на свои мероприятия. надо обязательно запросить какую-то дополнительную информацию, потому что все-таки в два, ну, как бы в половине случаев ошибиться, это прямо что-то такое. Это надо, страшновато туда ехать на север, и выглядит это все печально. Поэтому у меня все-таки есть сомнения, да, то, что из 50 случаев в 21-ом там нашли то, что пропустили врачи. Нет, вы меня не совсем так поняли. в 49-50 случаях Боткин, ну, система заподозрила онкологию, и в 21-ом случае она подтвердилась после еще одной проверки. Ну, тут как это, чтобы не входить в игру слов, там, да, и в сложности формулировок, лучше просто действительно, наверное, логично обсуждать вот взаимодействие искусственного интеллекта, практического здравоохранения и создание, наверное, какого-то, может быть, назовем там, электронного этического комитета, да, который будет рассматривать вообще правомерность подобных, ну, всяких высказываний, потому что это, как, это профессиональная честь врачей, да, которых, там, там, каким-то образом может пострадать от таких высказываний, она, ну, все-таки должно тоже каким-то образом защищаться. Мы сейчас дадим, может быть, слово, там, Константин Анатольевич, он там у нас в эфире, да, и хочет, видимо, что-то сказать, как раз, может быть, про профессиональную честь врачей, про качество их работы и конкуренцию с искусственным интеллектом или про что-то другое. Спасибо, Артур Николаевич. Слышно меня хорошо? Да, хорошо слышно. Да, отлично. Вот, на самом деле, я тут несколько моментов хотел так ответить. В принципе, мы все говорим о новой томше, да, то есть, вот, изначально, вот, Владимир Сергеевич сказал, Артур Николаевич, в начале о том, что про электронику вспомнили, да, про Сараешкина, про то, как человек, вот, и у человека заменил такой вот робот, который очень похож на человека. В действительности, на самом деле, Сергей Сергеевич сказал о том, что, в принципе, искусственный интеллект это вовсе не человек, который ходит за место на школу, или врач, который, так как, как у образа Артема Николаевича, приходит в институт онкологии, да, и там, наверное, лечит своих пациентов. Вовсе нет, то есть, искусственный интеллект, наверное, в ближайшее время будет нами виден, нами замечен именно в том месте, где будут использованы, где возникают, генерируются большие источники данных, да, где данные очень большие. И именно эти данные будут существенным образом преобразовываться, для того, чтобы врачу помочь принять врачебное решение. Так эти системы и называются, системы помощи принятия врачебного решения. Владимир Сергеевич назвал их экзоинтеллектом, да, то есть, ну, мы их, как обычно называем, системы помощи принятия врачебных решений. Вот Анастасия, она как раз и рассказывала про вот несколько этих программ или там, проектов, да, которые ими и являются. Ну, мне кажется, что в будущем, вот у нас вначале говорили, заменят ли врачей из космоселек. Я думаю, что не то, чтобы заменят врачей из космоселек, но значительную часть работы их уменьшится, по крайней мере, у тех специалистов, которые работают с датами, да, то есть, речь идет о тех людях, которые анализируют изображение, компьютерная томография, может быть, теген изображения. Те, кто занимается расшифровкой, допустим, каких-то параметров физиологических, да, то есть, там, ЭКГ, возможно, ЭНГ, там, и другие записи. То есть, там, где есть много данных, и, конечно же, наверное, системы электронные, вот эти на основе искусственных телек, мы называем это искусственных телек, они будут помогать принять решения таким, как тарак. И, возможно, в этой области, кстати, среди этих специалистов количество предложений о рынке труда снизится в связи с изменением подобных систем, если говорить, в принципе, о рынке труда и о врачах. Вот, что мне кажется. А по поводу вот этой последней дискуссии, о которой мы сейчас говорили, по поводу того, кто был прав, кто был виноват, но, вы знаете, мы же часто используем такие системы центрального чтения, изображений, да, в нашей исследовательской практике и так далее, и там принятие решений принимается один человек, и второй человек, и два человека принимают решения. И в той ситуации, если между ними решение не совпадает их мнение, тогда решение принимает третий человек. Если он совпадает с кем-то из них, то решение считается правильным. Я думаю, что и здесь в исследовании, которые были проведены, тоже были проведены, я не знаю точно, они, наверное, используются приблизительно такой алгоритм, я думаю, такой подход позволит сжать с помощью значения решений. Константин Анатольевич, вы как врач, да, в какой-то определенный момент ваш начальник решает сопоставить эффективность вашей работе искусственного интеллекта. Вы готовы будете вступить в такое соревнование? Ну да, естественно, Артем Анатольевич, вы вспомнили, да, в принципе, доказательные медицины, то есть существует давно и разработаны методики сравнения двух диагностических методов, да, одного и второго, и для каждого диагностического метода существуют определенные критерии, его эффективность, скажем так, точности, избирательность, очень много параметров, как бы, несколько показателей существует для этого. существует стандартный подход для этого. Я думаю, что если мы применим принципы доказательной медицины при изучении эффективности искусственного интеллекта при постановке диагноза, скажем так, не при постановке диагноза, а при помощи в постановке диагноза, в этой ситуации конечно же можно получить достаточно валидные интересные дамы. А вот у вас есть еще же управленческий опыт, да, какая-то клиника, допустим, когда будет принимать решение о постановке какого-то искусственного интеллекта к себе, в практику, рутину, на что она будет основываться? Вот что, допустим, нужно клинике, какие аргументы будут в пользу внедрения искусственного интеллекта именно в свою работу? Мне кажется, что аргументом станет экономика, да, то есть, как в принципе является экономика и аргументом принятие абсолютно большинства решений. Как только, не знаю, Google Мобиль будет управлять дешевле, чем водители из, ну, водители Яндекс.Мобиля, в этот момент Яндекс или Google примет однозначное решение по использованию искусственного интеллекта. То же самое я считаю, что будет и в Ницине. Как только использование искусственного интеллекта станет, возможно, экономить, да, или меньше тратить денег на лечение конкретного центра в этот момент эти системы будут вне время. Ну, естественно, они должны быть отвечать основным требованиям на точность и в сторону диагноза. Спасибо большое, Александр Ильич. Владимир Сергеевич, вы хотите дополнить? Ну, я согласен с коллегой, что экономика важна, но мы должны помнить и о принципиальных ограничениях, которые в технических системах существуют. Вот нельзя двигаться быстрее, чем скорость света. Вот я выдвигаю такой тезис, я его обсуждал с коллегами, психологами, нейрофизиологами, создать аналог искусственного мозга на тех технологиях, которые мы сейчас работаем, невозможно. И поэтому никогда в обозримом будущем вот это, ну, так сказать, монстр, который бы заменил человека, техническими средствами, нельзя его сделать, потому что и по энергетике, и по количеству связей, и по вообще самой функции мы говорим, да, логичное решение, ну, вот компьютер приводит какой-то алгоритм, а мы иногда принимаем интуитивные решения, и что это такое, вообще непонятно. То есть есть та часть физической реальности, которая называется ментальная реальность, которая и близко сейчас нами не познана, поэтому мне кажется, вот к искусственному интеллекту надо относиться как к инструменту. Понятно, что хирург с хорошим скальпелем, он лучше, чем, ну, не знаю, там, сапожник с шилом, да, значит, нельзя делать сложные операции, используя плохой инструмент. У нас появляется новый вид инструмента, он называется вот так, как мы его хотим называть, искусственный интеллект, экзоинтеллект, там, система больших данных, и мы принимаем решение, ответственность все равно лежит на человеке, то есть и юридически, и, так сказать, во всех других важных смыслах человека заменить технической системой не может. Это вот так, мне кажется. Коллеги, есть какие-то мнения, высказывания, потому что у нас потихоньку время вебинара заканчивается? Не, ну, я тоже сам поддерживаю, что система должна помогать принимать управленческие решения, но, соответственно, как бы, это просто облегчает принятие решение, например, ну, опять же, возвращаясь к закупке лекарственных препаратов, планирование оказания медицинской помощи, но итоговое решение будет в любом случае принимать человек. И здесь уже, ну, как бы, искусственный интеллект его не будет. Прошу прощения, микрофон. Владимир Сергеевич, вопрос. А с точки зрения организации внедрения искусственного интеллекта, есть какие-то механизмы, что-то наподобие биоэтики, предотвращение какой-то дискриминации человека, потому что, вот, слушая все это, я понимаю, что неравен сейчас все равно, что если сейчас там есть какие-то права, там, допустим, там, афроамериканцев, да, которые защищаются, то, возможно, что скоро нужно будет разработать права, там, двуногих, да, для того, чтобы они чувствовали себя как-то неограниченными в устройстве на работу, например, да, ну, то есть, вот, реально уже какая-то такая ситуация, 50 лет это, конечно, кажется долго, может быть, и не так это и будет долго, но все-таки есть вот такие правила этики в этом отношении? я считаю, что правила этики персонализируются в человеческом сознании, да, поэтому этика не может быть делегирована техническим устройством, и, конечно же, я считаю, что те, кто хорошо понимает, что такое искусственный интеллект, ну, по крайней мере, сегодняшний искусственный интеллект не умеет обрабатывать символную информацию, не умеет делать точные решения, вычислять с помощью искусственного интеллекта прочность балки невозможно, не обладает никакими возможностями, ну, там, значит, логического вывода, то есть, я вот сделал снимок, сказал, что это рак, а дальше что? Все, должна другая система включаться, а человек может по этому снимку принять другие решения, то есть, сегодняшняя система искусственного интеллекта имеют очень серьезные функциональные ограничения, и считать, что они еще будут наделены какой-то дополнительной там сверхсилой, нельзя, человек должен спокойно относиться, это наш инструмент и этика наша такая же, как мы относимся к автомобилисту, у нас есть особое отношение к людям, которые едят на машине, ну, все-таки, вряд ли, да, мне кажется, что вот в этом плане надо искать ответ на этот вопрос. Так, коллеги, еще по высказыванию, как он по заключительному, если есть желание, и мы потихонечку заканчиваем. Казанин Ильич, да, во-первых, хочу поблагодарить Артема Николаевича, что пригласил доктора-клинициста, получившего классическое образование в эпоху, когда в приемном покое не было ни ультразвукового аппарата, ни фиброгастроскопа, а был рентгеновский аппарат. Но, тем не менее, значит, мы работали, это сейчас воспринимается, конечно, ужас какой-то, так сказать, ставить диагноз живочекаменной болезни и потом еще оперировать этого пациента с клиникой живочекаменной болезни без данных УЗИ, это же воспринимается как какое-то безумие. Вот, но, тем не менее, прошло не так много лет. Вот. И в этом плане мы, конечно, как специалисты придерживаемся эволюционной теории. Человеческий мозг возник, и человек возник, там, как Анатолий Николаевич говорит, 350 тысяч лет назад, да, сформировалась интеллекция в современном виде. Вот. То есть, а сейчас все это быстро-быстро ускоряется. И в этом плане, конечно, очень приятно видеть наших коллег технических, что они погружаются в эту проблему, и обратить внимание, как они легко оперируют терминами сугубо биологического характера. То есть, поля мозга, конгетивные процессы, то есть, они уже буквально за последние несколько, некоторое время, они уже полностью обладили нашей терминологией. Теперь задача нам тоже как-то погружаться. В этом плане, конечно, терминология очень важна. И нам надо вырабатывать общий язык, понятный и техническим представителям техники, тем более математики, и врачам. Потому что медицина — это наполовину науку, наполовину искусство. Иногда даже больше искусства, иногда больше наука. Ну, в этом плане мы, конечно, придерживаемся классических медицинских принципов. В частности, заговорили об этических аспектах. Тут тоже два подхода есть. Вот мы выслушали концепцию этического утилитаризма, который говорит о том, что когда будет выгодно лечить, будут лечить так. Мы все-таки воспитаны в концепции этического абсолютизма, когда, невзирая на экономические какие-то вещи, мы стараемся применить все возможные способы лечения. Особенно это относится к теме нашего семинара. Все-таки цифровая онкология. Мы планируем традиционно сделать его ежемесячным и приглашаем всех в этом поучаствовать. Ну, а в заключение хочу процитировать нашего уважаемого Гиппократа, который две с половиной тысячи лет, две тысячи триста лет назад сказал, что то, что не вылечивает лекарства, вылечивает нож. То, что не вылечивает нож, вылечивает огонь. Ну, а теперь мы можем сказать, есть надежда, что вылечит искусственный интеллект. То, что не вылечивает огонь. Спасибо большое, коллеги. Коллеги, уважаемые зрители, спасибо. Да, наш вебинар будет доступен в видеозаписи. Если кто-то что-то не успел посмотреть, обращайтесь, обратная связь у нас будет работать. Если кто-то захочет участникам вебинара задать дополнительный вопрос, тоже пишите. Да, касаемо участия в GrandsFabs, это к Анастасии, мы будем переадресовывать, если какие-то разработчики смотрят, потому что в прошлый раз смотрели разработчики на вас. Спасибо, коллеги. Тогда до свидания. До свидания. Продолжение следует...